Блюда, ведущие нашей кулинарной рубрике Ольги Баклановой, всякий раз очень хочется попробовать не потому, что организму чего-то не хватает, просто они очень вкусные и красивые. Сегодня рецепт старинного французского блюда из незатейливых и совсем недорогих продуктов. Сегодня я вам покажу еще одно блюдо из картофеля, в котором есть своя изюминка. Это блюдо называется Гратен Дефиноа. Этот рецепт происходит из французской области Дефине, которая славится своим картофелем и умением местных жителей готовить из него. Я возьму 1 килограмм картофеля, пол-литра сливок, 1 чашку тертого твердого сыра, 50 граммов сливочного масла, 2 зубчика чеснока, соль и черный молотый перец и щепотку мускатного ореха. Картофель нужно нарезать тонкими ломтиками или натереть вот на такой терке. Толщина картофеля должна быть где-то около 4 миллиметров. Теперь нужно взять 2 зубчика чеснока и сделать из них пюре. Сначала я разобью тыльной стороной ножа чеснок, слегка измельчу, добавлю соль и буду растирать до состояния пасты. Ну вот, паста у меня готова. Приступаем к следующему этапу. Кладу на сковородку 50 граммов сливочного масла, добавляю туда измельченный в пюре чеснок, вливаю сливки. Так, сливки закипели, и я отправляю на сковородку картофель. Время от времени нужно, естественно, перемешивать картофель со сливками, чтобы он не подгорел и не приклеился ко дну. Пока картофель у меня варится в сливках, я натру сыр, его можно натирать на крупной терке, сыр должен быть твердым. Французским гратеном называют нарезанный тонкими ломтиками картофель под корочкой из запеченного сыра. Сыр натерла я, теперь смажу форму сливочным маслом. Форму для этого блюда лучше брать такую, в которой потом этот гратен подавать на стол. Поэтому я взяла вот такую красивую керамическую форму. Картофель в сливках не должен полностью свариться, он должен лишь слегка размягчиться. Вот он у меня готов, я его переливаю в форму. Сверху посыпем мускатным орехом и черным молотым перцем. Мускатный орех обладает невероятным ароматом, он очень хорошо сочетается с картошкой. Теперь я выкладываю сыр. В таком виде гратена можно отправлять в духовку при температуре 200 градусов, минут на 25-30. У нас получился замечательный, очень красивый гратен. Теперь этому блюду нужно постоять минут 10, чтобы оно полностью впитало в себя всю жидкость, которая там есть. Гратен дофинуа – настоящее семейное блюдо. Его обычно готовят, когда вся семья собирается за обеденным столом. Сливочный вкус картофеля под румяной корочкой из сыра создают море удовольствия из самых простых продуктов. И в этом вся соль.